Ну что ж, друзья, теперь настало время для нашего главного события. Это будет титульный бой. Схватка за звание чемпиона организации Super Combat между Андреем Стойкой и Хавьером Лореном Хорхе. Схватка за звание. Итак, мы вновь в Румынии и в Бухаресте. И мы следим за титульным боем. Лорен Хорхе против Андрея Стойки. 31 год испанца, 28 лет румыну. Андрей чуть повыше, на 4 сантиметра, на килограмм тяжелее. Но напомню, что Хорхе Лорен должен был боксировать с братом Андрея Стойка, с Богданом. Он получил травму и в итоге заменили Богдана на Андрея. И вынужден был Хавьер Хорхе подстраиваться под нового соперника буквально за 2 недели до схватки. Итак, Лорен Хавьер Хорхе из Испании. 95 килограммов его вес, 1,84 сантиметра рост. 116 боев, 89 побед, 31 нокаут, 21 поражение, 5 ничьих. Победитель Гран-при Суперкомбат прошлого года, трехкратный чемпион мира Вако Про. Также чемпион Европы по версии Иска. Начал свой путь в единоборствах с каратэ, затем перешел в бокс. Потом решил сконцентрировать свое внимание на кикбоксе. Его любимый боец это Тайрон Спонг. Опытный, крайне опытный Лоренцо Хавьер Хорхе. В своем последнем поединке в Голландии проиграл он по итогам экстра-раунда Луису Таваресу. Дважды до этого встречался с Редуаном Кайро, причем на разных турнирах. Один раз проиграл нокаутом, другой раз победил решением судей. Проигрывал Игорь Бугаенко, как раз тогда, когда Игорь Бугаенко стал чемпионом турнира Суперкомбат. Проигрывал Александру Бижелатову на кубке чемпионов в России, в Новосибирске. Побеждал и Богдана Стойко решением судей и было принято другое решение провести матч-реванш. Но, увы, не сложилось. Бился и Смирко Крокопом на том самом турнире K1 World Max в Испании, где проиграл нокаутом во втором раунде. Проигрывал Тайрону Спонгу, выигрывал Узиндина Амера Ла. Вот такой опытный боец Лоренцо Хавер Хорхе. Ну что же, теперь Андрей Стойко, который, как и обещал, выходит без музыки в памяти о погибших в трагедии, в пожаре в одном из румынских ночных клубов. Поскольку бой титульный, соответственно, сейчас прозвучат гимны стран, которые представляют бойцы. Для начала гимны Испании. КОНЕЦ 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 Фордом Сикингом безальтернативной абсолютно. Вообще, в последнее время, конечно, оппозиция у Андрея Стойки оставляет желать лучшего. И вот сейчас, кстати, очень и очень хорошая проверка мощи и мощностей, наверное, даже Андрея Стойка, потому что Хавьер Хорхе в порядке. 41 победа, 25 нокаутом, 6 поражений, 0 ничьих, 28 лет. Все готово к началу поединка, титульный бой. Его регламент также три раунда по три минуты, хотя, например, на турнире Глори титульные бои проходят по регламенту. Пять раундов по три минуты. Ну что ж, Андрей Стойка против Лорена Хавьера Хорхе. Смотрим. Испанец, кстати, очень хорошо бьет ногами. Несколько нокаутов в его исполнении после хайкиков мы видели. Так что Андрею Стойка следует учитывать и этот факт. Довольно активное начало. Хорошая комбинация в исполнении испанца. Обрабатывает корпус оппонента Лорен Хавьер Хорхе ударами ногами. Болельщики сразу же включаются, но братья Стойка здесь любят. Это главные звезды турнира Суперкомбат наряду с Каталиной Марушану, Аман с его пара скиллом. Очень опасен в обмене Лорен Хавьер Хорхе. Я думаю, что Андрею Стойка также стоит держать это в голове. Тем более, что у Андрея Стойка... Оу! Прекрасный удар наносит Лорен Хавьер Хорхе и повело немножечко Стойку. Да, нокдаун. Чезаре Георгий открывает счет. Сказал я о том, что для Стойки это будет очень серьезная проверка. И похоже, я не ошибся в своих прогнозах. Хорхе далеко не подарок. Отталкивает так рукой судью Лорен Хавьер Хорхе и падает опять Андрей Стойка. Нокдаун. Да-да-да, после удара оказался на коленях Андрей Стойка. И это нокдаун. А еще один нокдаун и прости-прощай пояс. Снова пропускает Стойка. Ну что ж, третий нокдаун. Все, бой закончен, друзья. Это сенсация. Настоящая сенсация. Андрей Стойка впервые за долгое время проигрывает на родной земле. Проигрывает на глазах у своих болельщиков. Да еще проигрывает нокаутом. Лорен Хавьер Хорхе подтверждает свой статус настоящего обидчика, фаворитов. Великолепно. В последний раз, кстати, Андрей Стойка проигрывал Даню и Лунга. В прошлом году на турнире Глори проиграл он довольно тяжелым нокаутом. И вот видите, даже кислородную маску дают сейчас Андрею Стойка. Видимо, все-таки румын не очень хорошо себя чувствует после этого поединка, который закончился уже вот так, так быстро. Все расстроены, но, конечно, кроме угла Хавьера Хорхе, тут царит полное счастье. И, кстати, Тарик Бабес также вышел вместе с Хавьером Хорхе поддержать его. Новый чемпион в организации Суперкомбат. Ух, какой обмен, да, посмотрите. И справа направо здорово приложил оппонента Лорен Хавьер Хорхе. И этого удара не выдержал Андрей Стойка. Но вот видите, что происходит, когда пересидишь на мешочной диете. Потому что, ну, будем откровенны, что последние пять поединков Андрей Стойка провел, ну, с бойцами явно более низшего уровня. А кроме, наверное, Мойзеса Бауте, которого победил Андрей Стойка нокаутом в третьем раунде, когда защищал свой пояс чемпиона. Суперкомбат, Суперкрусервей, чемпионов мира, ладис и джентльмен, from Spain, Йорген Эльгнат Лорен.